Привет, друзья, с вами Гринлуд, и сегодня у нас обзор Марвеловского Халка от Дисней. Очень простое оформление упаковки спереди, просто видим фигурку огромного Халка. С обратной стороны у нас представлены другие персонажи этой серии фигурок. На боковой поверхности вот такой вот прикольный арт самого рычащего Халка. Внутри упаковки у нас сам Халк, вот такая гнутая труба и вот такой буклетик. Давайте рассмотрим буклетик первым делом. Тут у нас серии фигурок, которые выпускали Дисней в рамках своего проекта Toybox и которые еще собираются выпускать. Вот видите по Звездным Войнам, по Пиксаровским Toy Story и тут еще будут The Incredibles выходить, суперсемейка. И вот то, что нас интересует, наши Марвелы. Кто у нас тут вышел? Халк, Тор, Железный Человек, Черная Пантера, Черная Вдова, Капитан Америка. И вот такая вот фигурка с двумя пистолетами. Это у нас вот кто всплыла картинка сейчас, потому что на момент обзора я точно не уверен, кто это. А с обратной стороны у нас вот такие вот прикольные картиночки с нашими персонажами. Ну а теперь основное блюдо это наш Халк. У Халка такой немножко мультяшный вид и такие угловатые немножко у него черты лица и всего тела вообще. Но фигурка на ощупь, она просто офигенная, она тяжелая и я обожаю тяжелые фигурки. Ты берешь ее в руку и ты понимаешь, ты купил офигенную вещь. Я увидел эту серию фигурок случайно, сразу же решил приобрести и на данный момент у меня есть Халк, Тор и Капитан Америка. Если вам зайдет обзор про Халка, то дальше конечно же мы с вами будем обозревать и Тора и Капитана Америку. Вот такая вот у Халка скульптура, у него все мышцы выпирают, смешные серые соски. Цвет волос тоже сделан серый, окрашены волосы и брови, покрашен он очень аккуратно, очень красиво. Штаны фиолетового цвета, они не порваны, как это бывает традиционно у Халка в фильмах и мультиках. Фигурка, Халк конечно же у нас здоровенный качок, широкоплечий, на штанах тут две красные полоски, как по мне очень-очень классно выглядит. Интересно сделана у Халка артикуляция, у него голова поворачивается только немножечко, вверх-вниз не крутится, только в стороны. Руки в плечевых суставах, смотрите он может вот так вот поднимать вверх-вниз, но тут еще есть шарнир и он может их крутить. В локтевом суставе он только вот оборачивает вот так вот руку и кисть он может сгибать вот так вот вверх-вниз и поворачивать вокруг. У него в поясе есть точка артикуляции, он может поворачиваться немного. И тут у нас в тазобедренных шарниры, плюс вот так вот они поднимаются и крутятся. Отдельно вот тут нога оборачивается, видите тут две как бы точки, вот тут поворачивается сама нога, а тут в тазобедренном суставе она поднимается в разные стороны и крутится. В коленях нет точки артикуляции, но вот эта вот, вот эта вот крутящаяся, она компенсирует эту штуку. И стопа у нас гнется вот так вперед-назад и немножко вот если повернуть, то она в стороны еще отклоняется. Такая интересная артикуляция позволит нам выставлять фигурку в разные интересные позы. Правая рука у нашего Халка согнута в кулак. Гляньте какой огромный кулачища, бам-бам-бам, не хотел бы я таким получить. Другая левая рука у нас разогнута в такой хватке, это для того, чтобы наш Халк смог хватать и держать свою трубу. Он вырвал ее и изогнул, а вот тут он рукой своей схватил, смял ее вот так, хвак, и он этой трубой будет разносить всех, кто попадется ему на пути. Давайте ему вручим эту трубу. Кстати, вот здесь она мягенькая, вот тут, мягкая, клевая, там где он держит ее. А тут она уже из более плотного такого пластика. Халк крепко держит свою трубу и смотрите, какие мы разные позы можем ему придавать. Вот он размахивается трубой, вот он лупит ей. Вот он делает шаг в сторону соперника для того, чтобы лупануть его этой трубой. Халк замахивается кулаком. Халк собирается швырнуть трубу в свою жертву. Халк приготовил для своей жертвы сюрприз. Халк защищается от удара. Вы понимаете, что мы можем позировать его в многих различных клевых позах, и выглядит это действительно очень круто. Я от этой фигурки в восторге. Эта серия Disney Toy Box мне очень и очень и очень понравилась. Эта фигурка Халка напомнила мне фигурку Хана по сериалу Черепашкини 2003 года. Смотрите, два огромных парня, которые могли бы реально сойтись в бою и продемонстрировать друг другу свои силы. Да что ты за мутант, зеленая тварь, никогда такого не встречал. Я супергерой и тебе, Буве, придет конец. Хотя у Халка, конечно же, артикуляция побогаче, чем у этого Хана Хал у Диснеев получился, ну, очень крутой Всем фанатам Марвел я рекомендую приобрести себе такую фигурку Она обалденная, ей классно будет как играть, так и ставить ее на полку Вы можете просто сравнить с фигуркой Халка, которая сейчас продается во всех магазинах по Войне Бесконечности Вот так она выглядит По сравнению с этим чуваком, тот Халк, ну, просто унылое ничто Просто у него там даже ноги в коленях не гнутся, ребят И выглядит он просто как слит из разного пластика Одним словом, если вы хотите купить себе Халка, то покупайте себе вот этого чувака И вы, конечно же, об этом не пожалеете А на сегодня это все, с вами был Гриланд, пока-пока